Республиканская акция МЧС «Не прожигай свою жизнь» стартовала в Беларуси. Акция приурочена к проблеме пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Сотрудники МЧС в течение месяца посетят предприятия, учреждения образования и здравоохранения, общественные места, где в различных форматах напомнят о правилах безопасности. Автозаправки «Беларусьнефти» теперь будут работать без перерыва при приеме бензовозов. Новый формат обслуживания доступен на всех автозаправках, кроме контейнерных АЗС, с учетом специфики требований пожарной безопасности при приеме нефтепродуктов. Министерство транспорта и коммуникации намерено развивать новые технологии на дорогах страны. В разработке – оперативное отслеживание качества дорожного покрытия и аварийных ситуаций, и в дальнейшем распространение полученной информации среди водителей и организаций, которые обслуживают дороги. Белорусские компании представят свою продукцию на китайской международной выставке импорта. Она пройдет в онлайн-формате открытия 5 ноября. О своем участии уже заявили Нафтан, Мозорский НПЗ, Белшина, Гродно-Азот, Полоск-Стекловолокно и Светлогорск-Химволокно. На каждом виртуальном стенде можно будет увидеть образцы продукции, видеоролики о производителях и деловые предложения. Чтобы посетить экспозиции, необходимо зарегистрироваться на платформе tmx2020.com. Третья ветка Минского метро откроется к 7 ноября. Линия будет длиной свыше 17 километров. На ней разместятся 14 станций. Сегодня уже построены четыре – вокзальная, площадь Богушевича, Ковальская Слобода и Юбилейная площадь.